Покажу, как в отношении плюсов к кушкулу близится этот плюсовой провод в среднюю точку. Он на сколько будет близко, с килограмма снимается, с шестифиляров в тёмной катушке, там параллельно конденсат в тёмной катушке, и тут 28 витков. 28 витков идёт на индуктор 10 метров. Вот, я беру этот плюсовой провод, вот его приближаю к платке кушбулы и нырайвер. Вот. Что творится вон. Вот как ток меняется. Вот. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Моденции разу включить украшения. на драйвер не наводится Чувствую, как дымом пахнет транзистором Что-то ты немного подсережуешь Вот Рыбки Когда рыбки, тогда потребление подрастает Я отключу, чтобы транзисторы не переглялись Включу, например, эти две лампы Они горят Хотя я могу подкрутить чистоту и могу больше потребления сделать Уже ток растет, напряжение начинает проседать Мне нужно еще на качер где-то 2 ампера будет потреблять Вот опять Появились Ну, другие Мне как раз теперь не надо Рыбы Вот такое потребление настроек Потому что тут больше 5 ампер не могу я теперь сделать Потому что мой блок питания настроен Чтобы превышая 5 ампер начинает напряжение проседать Ну а теперь качер включу Вот никакого влияния на качер Тут работает Он никак не влияет, только потребляет энергию Вот заземлен еще один конец съемной катушки Вот по этому проводу идет на общий минус и на землю Вот этим проводом Качер частота 600 кГц Где-то 630 кГц Индуктор можно подвигать Снимаю тоже Никакого эффекта Тут наводки на пушпул так наводятся Потому что Вот этот переменный резистор Он 500 кОм 50 кОм Поэтому Тогда получается Малая емкость этого конденсатора И большое сопротивление этого резистора Подсрочного Он тогда очень хорошо наводки Вот всякий Если бы изменить это все Ну и вот тут вот я Нахимичил как-то по одной схеме Как у одного человека Что-то так током бьется Как нафиг И слабит Видимо как-то мой блок питания Что-то через какие-то емкости Проходит напряжение Потому что теперь вот Выключен Плюс Только минус идет А ну да я понял это Не знаю там дроссель у меня есть После дросселя нет конденсатора Вот тут конденсатор Вот тут конденсатор Может по этой причине Тут еще эти резисторы Которые входят там На дело Очень сложно по Сергею методу Там она неправильно надела Он вроде бы уверен что так надо делать Вот я нарисую Вот тут драйвер Допустим Я не помню Какие там ножки Какое-то Тут входит Тут где-то питание Как-то тут Тут плюс кажется Тут минус И тут Вот так выходит Уже сигнал с драйвера Так вот где выходит он Обычно Обычно где-то 2,2 Ом Вот резистор Уже на транзистор затвор идет Вот этот резистор Вот тут входит У этого Сергея Он там где-то 1 кОм Там еще всякие диоды Там как-то Сложно Вот как тут Вот идет Оттоилки Потом Я вот так Как тут Примерно Сделал Вот например Один канал Входит Один канал С минусом Один килоом Но это как-бы Ничего не значит Это мощно допустить Потом Через 3,3 килоома Входит В драйвер И все Через 4,3 килоома А потом Через диоды Опять Сходит В драйвер Вот это Такая Лишняя отдела Совсем Ничего не значит Не знаю Где он такого Насмотрелся Насколько я понял Профессионалы Никогда Вот такой Ерунды не делают И вот Еще Конденсатор И вот Между минусом Стоит 2,2 нанофрада Я его убрал Потому что С ним-то Еще будет Больше Наводки Ловиться Всяких Эффектов В кавычках Будет Больше Поэтому Я его убрал Так Получается Через 2 килоома Входит В драйвер И Тогда Очень Много Наводок Этот Драйвер Ловит Лучше Не через 2 килоома А через 1 килоома Или 2 килоома 2 килоома А где-то Через 500 Ом Или Может Даже Через 100 Или 10 Ом Кажется 10 Ом Это Самое Хорошо Самое Лучшее Там Есть У меня Схемы Электронщика Этого Левого Который Руслану Делал Я думаю Он понимает Что делает Поэтому У него Это Более Правильно Ну Вот тут Например У него Входит В драйвер Через 220 Ом Резистор Потом Входит Вот Это Более Правильно Вот Вот Тут Например Тоже Ну Тут Понятно Тут 5 Вольтовая Микросхема Поэтому Тут В драйвер Входит Через 10 Ом Резистор Тут 2.2 Ом А потом Сотвор Входит Вот Все Правильно Ну Вот Такая же Вот Его Семер 220 Ом Ходит Драйвер Тут 15 Вольт Поэтому Уже не 10 220 Потом Драйвер Но Все равно 220 Ом А не 2 кОм Не 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 Вообщем Не Нахожуied Мик SENI Другой Фракт Boy Вот тут вот, может, драйвер идет через 2-2 лома, тут хорошо. Может, поискаю еще кое-что. Вот он тут свой этот метод, на мой взгляд, глупый, и тут вот показывает. Вот идет от микросхемы через 3-3 килоома и потом конденсаторы еще. Вот нужно просто тут 220 поставить без этих конденсаторов. Ну, а тут через 1-2 лома, тут правильно идет. Вот тут был, наверное, микрофон закрывшим. Через 3-3 килоома идет и конденсаторы. Вот тут не надо этих конденсаторов, нужно через 220. Тут правильно. что-то такое. Тут вообще мне трудно разбирать, что-то такое. Оттуда посмотрим. вот тут-то драйвер уходит через 1-ом резистор. Тут правильно. аудрайвер входит через, вроде бы, 4-7 килоома. Тут неправильно. Еще опять эти конденсаторы вот встают, которые будут только шумы создавать. То есть наводки могут лучше ловиться. встают. Тут опять через 1-ом резистор, тут опять через 3-3 килоома, и потом еще опять конденсаторы, вроде бы. вот тут опять, наверное, та самая. не правда. Зачем эти конденсаторы? Может, это раньше было модно так ставить их, потом уже отменилось, чтобы поняли, что это не надо. Мне кажется, их-то не надо ставить. Вот поэтому у меня такие наводки. эти сильно ловятся. Потому что вот эти, наверное, резисторы, что-то. 3-3 кило, например. И что вот этот резистор тоже. вот этот резистор. Вот тут 47 килоом. который чистоту регулирует. У меня 50 килоом, потому что когда покупал, такого не было резистора. Надо не 47 кило, а 10 или 5 килоом, чтобы так поменьше ловились. Ну вот. И припаял, потому что кто мне давал эту схему, он говорил, что по этой схеме получить получить можно самозапит. Или получил он самозапит. А вообще тут он потом вроде бы обновил схему или это уже есть? Нет. Вот он дал обновленную. Потому что тут скважность не регулируется. Тут косяк есть. Вот это обновленная. Нам вроде бы потоль старый сделал. Не знаю. В общем, наверное, тут дело не в схеме. И на этой схеме легко рыбки получаются. Но это, наверное, дело и не в рыбах. Не знаю. В общем, это дело. Какой-то ткачер. Да, там конденсаторы есть параллельные. Три гранатства, да. датчик никак не влияет. Если бы этих мур до выписка не было. То есть он никак не влияло. Интересно, почему-то сложно настроить эту установку. О, рыбки, наверное, пошли, писк изменился бы, вон они. Возьмем. 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 Сейчас было питание, чтобы полить немножко тёплым. Продолжение следует... 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 Некоторые схемы просят, но дают им схему, они ничего все равно не настраивают, их не работает, потому что не в этом дело. Может как-то и длина заземления тоже влияет, не знаю. Вот идет вот этот провод заземления 5 метров, потом он входит вот в этот белый провод, этот белый уже идет к отоплению, радиатор, батарею, вот он выходит, вот он красный, еще подцеплен, раньше красным делал, но потом подумал, что красный он слишком тонкий, отказался. Думаю, какой-то есть более легкий метод настройки. Капанадзе ведь так, наверное, не мучается, он как-то по-другому, как-то проще все настроить. А тут как-то на побочном каком-то аффекте работает, поэтому так сложно настроить. Можно как-то сделать, чтобы легче было настраивать схему как-то сделать.